Так, ну, как вы поняли из доклада, вещь пойдет об автотестах и непрерывной интеграции. Кто-нибудь знает, что такое непрерывная интеграция? И для чего она используется? Ну, раз я срублю, я вижу, ребята из Uplasco я знаю, что это такое, но для тех, кто не знает, я постараюсь рассказать. По плану мы сначала познакомимся, что же такое непрерывная интеграция и для чего она нужна. Далее рассмотрим такой вариант сервера непрерывной интеграции под названием Jenkins. Ну и, соответственно, какие существуют плюшки интересные для этого, для организации автотестов. Рассмотрим пример использования, скажем так, как может работать проект с использованием сервера непрерывной интеграции. Ну и, соответственно, Jet Plus Drupal – это как можно использовать сервер непрерывной интеграции для тестирования своих бопроектов. Итак, что же такое непрерывная интеграция и для чего она нужна? Представьте, что вы работаете в большой команде и код, который вы пишете, то есть не только вы, а еще целая команда, постоянно комитите куда-нибудь в КИД или в СВФ, и наступает такой момент, когда вы начинаете собирать свой проект после всех правов от каждого разработчика, и в итоге он у вас не работает. Ну, просто не работает. И найти тот момент, где это все сломалось, где накосячили с кодом, где, там, не знаю, просто что-то не учли, ну, просто нереально. И, получается, вы тратите лишнее время, чтобы найти неисправный кусок кода. Смысл непрерывной интеграции заключается в том, чтобы запускать автоматические тесты вашего кода после каждого комита в КИД, СВН, неважно. То есть вы внесли какую-то правку, нажали комит, запустился с сервера непрерывной интеграции, прогнал по тестам, что у вас все мог, все нормально, можно дальше работать. И вы дальше строите, делаете свои изменения и работаете дальше. Вот. Тут случай был недавно. Мой один экс-коллега как-то в Твиттере написал, найти баг, который искал три дня, это бесценно. И следующий рекоменд к нему был очень, очень такой красивый. Ему написали, не допускай таких багов профессионально. Так вот, к чему это? Чтобы не допускать именно таких вот багов, которых потом невозможно следить, найти и, соответственно, быстро узнать те же, что сломалось, и придумали автотесты, и, соответственно, для этого нужна непрерывная интеграция. Вот. Ну, как яркий представитель непрерывной интеграции, у нас есть сервер Jenkins. По сути дела, Jenkins — это сервер, который выполняет свои задачи по автоматическим тестам вашего проекта. Сам по себе Jenkins довольно-таки уны и беспомощный. Единственная его задача, то, что он выполняет хорошо, это он управляет некими сервисами внешними и может составлять отчет по выполненной работе. Собственно, поэтому он нам нужен. Но самым главным плюсом Jenkins является то, что у него есть веб-интерфейс, то есть вы можете в любой момент открыть браузер и посмотреть ход выполнения ваших сборок, ваших автотестов и большое количество плагинов, которые интегрируются с разными всевозможными внешними сервисами, которые так или иначе нужны для этих автотестов. Да, еще хочу заметить, что в понятии, там кто-нибудь будет еще разбираться, смотреть, будет встречаться в понятии как build. Build, в принципе, он… Что такое build? Это компиляция какого-то кода в конкретный проект. Там, допустим, каких-нибудь там Java предложений, либо еще какой-нибудь закрытого кода. Но, что касается DHT, то, в принципе, build – это, скажем так, ревизия PSV или git. То есть какой-то… какой-то… какой-то конкретный… ну, тик – это будет у нас build. Это такое, как будто абстрактное понятие для… для самого… для самой интеграции. Так. Дальше. Веб-интерфейс Jenkins, он, ну, тоже достаточно такой скудный, но функциональный. То есть здесь мы видим перечень сборов и качество их. То есть когда запущена сборка… То есть когда запущен автотест и выполняется тестирование. То есть солнышко показывает у нас, что все ок. там пять последних сборов по этой работе у нас выполнены успешно. Там тучки – это уже хуже. Вот. Гроза вообще плохо. Так вот. Самое главное, что автотесты могут запускаться, скажем, по времени. Допустим, делать ночные какие-нибудь сборки, либо еще какие-либо. И по… по совершению каких-либо действий. Вот, скажем, как в нашем случае, это commit в submission, какой-нибудь, или git. Далее. В итоге у нас Jenkins строит красивые графики. Но не сам Jenkins нужно подключать плагины, то есть о которых я немножко расскажу позже. Но, то есть, чтобы увидеть свою работу, все это можно будет визуально красиво увидеть. И, ну, соответственно, настройка – это как отбинка реальницы. То есть, все, что вам нужно, можно будет сделать здесь. Особых таких знаний, каких-то ковыряний, там, как в нашем трубале. Зайти туда, в улице, в одно место, потом в другое. Здесь этого нет. Здесь все лаконично и просто. Итак. Полезные утилиты, плагины, можно так сказать. Первое, что нам понадобится для работы с сервером и прививкой интеграции – это утилита Ant. Основная задача этой утилиты – она просто выполняет shell-команды. И имеет, то есть, мы можем составить план выполнения последовательности команд, непосредственно используя XML. И он будет из этого XML запускать последовательность, так сказать, наших консольных команд, которые нам нужны. Ну, скажем, trash, site, install и тому подобное. Ну и, соответственно, другие такие либо внешние программы, которые можно спустить из консоли. Ant может это делать. Далее, fin – это, в принципе, аналог Ant, только заточенный и основанный на PHP. То есть, если вы хорошо пишете PHP код, то можете, также, кстати, XML присутствует, то можно использовать fin. Разницы, в принципе, из них никакой. Но они достаточно полезные и они просто необходимы для тестирования. Потому что, как я уже говорил, Jenkins достаточно умел в своем базовом функционале. И ему нужно для тестирования использовать какие-нибудь внешние утилиты. Вот. PHP unit – это такой набор плагинов, которые выполняют unit-тесты, так сказать, модульные тесты. То есть, вам нужно, допустим, не весь проект тестировать на каждую строчку кода, а непосредственно конкретные куски кода. То есть, unit-тесты могут протестировать, точнее, с помощью PHP unit тестируются именно непосредственно эти конкретные кусочки кода. И PHP код смифер, он помогает вам придерживаться стандартов кодирования. Ну, то есть, наши два пробела, вместо четырех, как обычно, для другого стандарта, перенос строк и все такое проще. Вот. Итак, сейчас мы, наверное, рассмотрим, как же все-таки должна работать связка с использованием серверной непрерывной интеграции на конкретном примере. Представим, что у нас есть проект, и у этого проекта определим некие пространства. То есть, эти пространства, там, какая-нибудь локальные машины непосредственно разработчиков, сервер наших, так сказать, гид, там, либо svn, куда мы будем наши все комиты отправлять. Ремоут – это у нас будет удаленный сервер, где у нас будут находиться продакшн и тестовый сервер, ну, и непосредственно сервер джемпикс. На локальной машине у нас есть несколько разработчиков, которые пишут свой код и непосредственно его комитят куда-нибудь в саддэш. У каждого, ну, как нормальная компания обычно, у каждого разработчика есть свои метки, в которых разрабатывает свой функционал. В принципе, для этого у него там определили метку «Branch», в которой будут вот метки для каждого разработчика. Они туда отправляют свои комитеты и пишут изменения кода. Далее «Trunk» – это такая рабочая версия, которая, ну, может быть, где-то будет сбагана. Вот. Ну, и, соответственно, «Life». «Life» – это наш боевой сервер, который работает, и наши пользователи видят безбажный сайт. Вот. На алгоритмом сервере у нас есть тестовый сервер и есть продакшн. Тестовый сервер существует для тестов, ну, чтобы посмотреть перед выходом «Life Production», как это все будет выглядеть и работать. Вот. И, соответственно, логика работы непрерывной интеграции следующим образом. То есть, какой-то конкретный пользователь, неважно, он делает изменения в комитете вовсовершен, и у Git и у SVN, там есть такое понятие букв, то есть, там можно прописать, то есть, при пост комит, он отправляет, ну, скажем так, сигнал на наш джеркен. Кстати, Jerkins использует для своих нужд принцип URL. То есть, URL, там, допустим, localhost, там, какой-то у кого-то, может быть, ну, localhost, айпишник какой-нибудь. И слэш, там, job, вы выбираете какую-то работу, после job идет, там, ну, скажем, название этой работы. То есть, запускается именно эта работа, если ввести это туре. Вот. Либо, там, reboot, он перезапускает сам сервер. То есть, написать пук, который будет изовершен посылать на Jerkins, ну, достаточно нетрудно. В общем, так, посылается сигнал в Jerkins. Женкинс, соответственно, выгружает именно эту ветку, то есть, последний кабин конкретного юзера и начинает автотесты. По завершениям своих автотестов, либо они прошли, либо не прошли. То есть, если они не прошли, он уведомляет, шоу, он уведомляет наших юзеров таким красным цветом, что, ребята, ваша спорка не прошла, а там где-то на косячи. И поэтому следует пересмотреть свой код и, соответственно, сделать нужные выводы, поправить и запустить. Если ваша спорка прошла, то есть, он говорит, что все лог, и можно, в принципе, тоже использовать куки и выкатывать непосредственно на тестовый сервер, чтобы это все дело посмотреть, как, что и почем происходит. Далее, с тестового сервера, то есть, мы смотрим, показываем конкретному заказчику, вот мы сделали хорошую вещь, посмотрите. Заказчик смотрит, говорит, все лог, даем добру, и вы после этого запускаете новый тест уже из ранга, делаете контрольный тест. Тест проходит, и после этого можно выкатывать на продакшен. Все это можно дело автоматизировать, потому что что в SVN, что Jenkins имеет возможность использования куков, которые высылают какие-то команды с использованием, скажем, того же курса, можно использовать для того, чтобы сделать какой-нибудь автодеплой, либо, наоборот, обкатить что-либо. Ну, собственно, с этим, наверное, мы все. Как же теперь использовать Jenkins вместе с Drupal? Во-первых, хорошие ребята уже придумали все за нас, и у нас есть, так сказать, JenkinsBall template. Это набор готовых уже работ именно с Drupal, что нужно тестировать как последовательность. То есть вы просто себе выкачиваете, устанавливаете Jenkins, и это все у вас хорошо работает. И второй вариант, как это можно использовать, это свои Drupal для чего-либо. Ну и вообще, скажем так. В принципе, как непосредственно, если брать автотесты для Drupal, то, я не знаю, я лично, я пробовал и JenkinsBall template и писал свои Drupal template. Готовый, ну, наверное, покрывает тестами порядка 60% всего проекта. Что не есть очень хорошо, потому что есть некоторые проекты специфические, которые требуют для вас особой логики прохождения тестов. Для этого можно написать своих проблем, не возникает. Обычно это все выключается в простом XML-файле, как я в случае Finder, как я рассказывал раньше. И, соответственно, есть JenkinsInterface, где можно галочками выбрать, когда запускать, когда что делать. И там BuildNow, допустим. Но это особой, как говорится, погоды не меняет, то есть смысл остается прежним. Вот. Ну, в принципе, на этом, пожалуй, общую концепцию я, думаю, так рассказал. Но если нужны мои контакты, пожалуйста, и жду опросов. Да? Да? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Да? АПЛОДИСМЕНТЫ А, может быть, вы задумываете, с чем вы тестировали? Вы тестировали на сайте? На сайте? Нет. Для Jenkins'а существует, требуется свое сервер, на котором он тестирует. Это не тестовый сайт. Тестовый сайт, именно, он так, нужен именно, чтобы показать заказчику, чтобы не видел никто, кроме него. А Jenkins предоставляет тестовый сайт? То есть он у себя тестовый делает? Женкинс – это сервер. То есть вы можете всегда установить его в офисе локально и настроить все окружение, и он внутри себя будет прогонять это дело. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос такой еще. Тесты, вы на чем очень пишете? Что за тесты? Тесты на ошибки в коде. Тесты пишутся вообще, я точно пишу, в PHP-Unit, но он немножко, если честно, он нагружает сервер. Но там можно прописать, когда вы составляете какой-либо тест, вы там можете проверить, либо создание, удаление ноды, то есть какой-нибудь элемент. Вы можете написать, допустим, выполнение регулярных процедур. Все это пишется при помощи XML, то есть XML-синфетис. И также, я и рассказал, есть еще такое понятие. То есть Дженкинс работает с селением, в принципе, на битоне библиотека. Но она может запускать непосредственно внутри Дженкинса конкретный браузер и проводить там, скажем так, в визуальном тесте. Понятно. А скажите, а Дженкинса можно в AsperJS запускать? Ну что просите? AsperJS доставим. По идее... То есть он как-то заточен в какие-то конкретные... Нет. У него есть плагины интеграции с внешними сервисами. Их очень много. Вам можно посмотреть либо непосредственно на сайте Дженкинса. Я сейчас, потому что про силы не могу сказать. Я не знаю всех плагинов, которые... Но там можно посмотреть. Скорее всего, вроде бы, интеграция именно с CasperJS и то, что вам нужно. И еще вопрос. А нельзя ли Дженкинса обойтись? То есть, например, мы пишем кук в ките, например, который по коммиту что-то будет делать и говорим Дженкинсу, что делать по коммиту. То есть, мы не можем просто по коммиту запустить шейли тесты и все? Можете. То есть, в чем преимущество? То есть, у вас Дженкинс, скажем так, это готовая уже среда. То есть, чтобы вам запустить тесты шейли, вы запускаете тесты, вам нужно собирать куда-то, скажем так, отчеркивать по этим тестам. Куда вы будете собирать? Текстовый файл? Нет, ну это вопрос, потому что мне нужно. Текстовый файл управлять на email, базу данных. Ну... Это просто не говоря. Я сказал, что он сам по себе, он умыл, но он просто выполняет вот такую свою работу. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Твой вопрос. Я вот недавно открыл пример, который мне пришли. У меня он не особо хорошо запускается. Работал на клинику. Некоторые тесты все равно не проходят. Спустим, HDLint. Как ни пробовал, не запускается. А у вас как хорошо? Во-первых, по примеру, там... С установкой всех зависимостей, в принципе, запускается нормально. Вы в какой среде настраиваете? Я даже без ZIP пробовал. В принципе, чисто в хингу лэг-манды. Угу. Вот валится на именно bhp1, там... Ну, блокин, который движется к хингу. Он просто смотрит в какой-то репозиторий непонятный. Там, Sebastian Bergman и пошел дальше. Такого файла просто нигде нет. Искал-искал bhp1 установкой. То есть, если у вас все работает отлично, конфлик не хотите выложить? Хорошо. Я... То есть, я подыму буквально, может быть, на каком-то из перерывов. Я попробовал поднять у себя на конфликты сейчас и просто вам покажу. У меня на домашнем есть, я сам просто не брал. И хорошо я вам предоставлю. Поздравляю. Хорошо. Такой тогда вопрос еще. После того, как я запускаю, довольно долго идет полностью процесс всех автотестов. То есть, у меня занял один поток, допустим, тех же символ-тестов. Где-то 40 минут. Вы говорите, что при каждом пункте, при каждом коммите вы запускаете JavaScript. А, да, кстати, да. Убивает ли это ваш сервер или вы, как я написал, на Амазоне? Нет. Сейчас я вам поясню немножко. То есть, если тут... Jenkins строит очередь. Работа. Вы по очереди. Да. То есть, по очереди. То есть, одна работа... То есть, один тест запускается, вторая очередь стоит. И так далее. То есть, они по очереди запускаются. Хорошо. Такой вопрос такой. Когда вот один человек коммит сделал, он поставился в очередь. Второй там еще сделал. Третий. И когда вот дойдет до очереди и вот таска, он все изменения стянет? Или только одно? Он стянет... То есть, нет. Один коммит, одна работа. Выполняется... Выполняются тесты. И вам выводят, то есть, только результат одного теста. То есть, следующая работа запускается, вам по следующей работе результат. Следующая, последующий. Чтобы не было, скажем так, как вы говорите, 40 минут. То есть, для этого существует тот же самый PHP Unity, где можно прописать конфиг на... Как бы так объяснить? Можно прописать конфиг, чтобы, допустим, не все тесты прогонять. То есть, вы снимаетесь, скажем, нодами. То есть, он проверит ноды. И все. Этот занимает порядка 10 минут, 15. И то есть, он может спустить следующую сборку. А там ребята занимаются, скажем, рутсами. Он проверит рутсы. В следующей сборке, там, он смотрит, в каких изменениях файлов. В каких файлов изменениях присутствует. И, соответственно, запускает именно те юни-тесты, которые нужны непосредственно для этой работы. Ну, там, я даже знаю, вроде теста можно запускать несколько потоков. Можно. Да, да. Я запускал просто один поток, поэтому так долго. Еще такой, извините, вопрос. Не по теме, но для деплора. У меня свой же есть? Да, я... У меня свой... Скажем так, у меня на боевом потестовом сервере есть самописный скрипт, который просто я на определенные URLs параметры передаю джентгексом через Google. Я передаю параметры, и у меня просто деплорция на этот сервер. Все. Кажется. Ну, окей, хорошо. Там надо, я там кому надо, расскажу, как это делается, покажу, если что. Спасибо. Так, хотел спросить, насколько в целом это увеличивает трудозатраты в проектах при изменении, значит, подробного такого тестирования всех компонентов. Вот. Следующий такой момент, что нужно в таком случае тестировать, скажем так, в первую очередь, что покрывается автоматическими тестами. И, может, есть какие-то универсальные заготовки, которые вы применяете в каждом проекте, а не конкретно от проекта в проект. А, понял, хорошо. Окей, расскажу. То есть, непосредственно для работы с Grupal я использовал, как у меня было два проекта, которые я попробовал прогонять через Jenkins. Так говорится, особых таких универсальных заготовок я не делал, потому что для меня это не было такой необходимостью. В общей сложности написание своей работы для того или иного автотеста, это занимает приблизительно часа три. То есть, это что продумать, что логику, скажем так. Чтобы у вас тесты запускались. Не сорок минут, то есть проходил один тест, а достаточно меньше. По трудозатратам, наоборот, это снижает трудозатраты на тестирование. То есть, вы будете видеть, что у вас есть, скажем так. Вы собрали сборку, а она не работает. Вы знаете, что конкретно, что после этого года у вас она не работает. Значит, где-то в нем, на косячи. Наоборот, я считаю, что это облегчает жизнь тестировщиков. То есть, у вас в обычной большой компании какой-нибудь, специализирующейся на разработках, есть специальная вакансия тестировщик. У нас, допустим, тестировщик, вот он и пишет тесты для этого. То есть, его задача входит, то, что он придумывает, как это сделать так, чтобы у вас тесты проходили как можно быстрее. Пропал Саша. А ты тестировщик, поздравляю. Еще вопросы? Еще один маленький вопрос. Как Джентгенс узнает тесты? Показывает успешный или не успешный? Как он узнал, какой тест успешный или не успешный? Он запускает внешний сервис. Если внешний сервис вернул, то есть, то же самое, как какой-нибудь пользователь публикует работу, и тут фейл какой-то. То есть, он не мог публиковать работу. Значит, у вас где-то в самом коде, то, что вы сделали, когда публиковать ревент, скажем так, но цейк какой-нибудь. Значит, здесь для подпоеков. Я считаю, что я понимаю, подпоеки не таки будут возвращать к самому компенсию. Да, да, да. Еще вопросы? Галерка. Тогда, наверное, и все. Спасибо. Спасибо.